Музыка В данном уроке, исходя из особенностей выбранного мною образца, мне потребуется мастика следующих цветов. Серого асфальтного, темно-зеленого, цвета хаки, оливкового цвета и очень-очень светлого желтого цвета, практически белого. Для основы нам потребуется мастика белого цвета, также нужна будет скалка. Скальпель Шариковый стек Дисковый нож для пиццы А также образец размещения фрагментов. Мой цветной принтер накрылся, а поэтому я распечатала на обычном сером принтере и подписала, где какие цвета. Итак, прежде всего раскатаем все наши выбранные цвета в лепешки. Толщина лепешки, ну, примерно где-то 2-3 мм. Слишком толстыми их делать не имеет смысла, а со слишком тонкими будет трудно работать. Поэтому где-то примерно 2 мм самая норма. Пока раскатываю мастику, я вам расскажу, как найти образцы камуфляжа для распечатки. Заходите в любой поисковик, Яндекс, либо Гугл и в картинках вводите просто слово «камуфляж». Вам будут представлены на ваш выбор очень много вариантов. В Гугле особенно их много. Как видите, типов камуфляжа очень много, все зависит от местности, в которой они применяются. Я для своего урока выбрала камуфляж, который применяется в лесопосадках. Он такой пестренький, веселенький, яркий. А тем временем я раскатала в лепешке нашу мастику. И, исходя из образца на схеме, я буду вырезать каждый фрагмент, который соответствует своему цвету. Прикладываем нашу схему к мастике и шариковым стеком, либо карандашом обводим контур фрагмента. И затем при помощи скальпеля по вдавленному контуру вырезаем этот фрагмент. Так поступаем со всеми фрагментами на каждом цвете. На моей схеме фрагменты несколько удлинены. Если вас не устраивают такие схемы, вы можете нарисовать от руки свое. Итак, вот они, наши вырезанные фрагменты. Теперь самое время впасть в детство и вспомнить, как мы собирали пазл. Укладывайте схему недалеко от себя, чтобы она всегда была перед глазами. И начинайте по каждому фрагменту, согласно схеме, собирать общее полотно. Занятие довольно увлекательное, поэтому где-то минут 10-15 нирваны вам обеспечивают. Складывая фрагменты друг с другом, немножко сплющивайте их между собой, чтобы они слегка скрепились. Можно даже сделать маленький, совсем маленький нахлёст. И как бы вдавить их друг в друга. Сильные нахлёсты я не рекомендую делать. В дальнейшем на одном фрагменте я сделаю сильный нахлёст, и вам сразу станет понятно, почему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А тем временем я продолжаю собирать карту Европы. И вот как раз тот момент, о котором я говорила. Вот этот кусочек я положу с сильным нахлёстом на другие. И при раскатке вы увидите результат. Итак, я собрала наш рисунок. При помощи лопатки и мастихины я сдвигаю его аккуратно в сторону. И теперь белую мастику я раскатаю в пласт. Пласт раскатывайте чуть-чуть потолще, чем тот, который вы будете окончательно укладывать на торт. Это необходимо для того, чтобы впоследствии, когда вы будете вкатывать наш рисунок в основной пласт, толщина готового полотна не была слишком тонкой. Итак, укладываем наш рисунок. Смотрите, чтобы не было пробелов. И сразу не раскатывайте. При помощи скалки немножко втрамбовывайте рисунок, чтобы не оказалось пробелов. Если где-то возник пробел, поправьте его. И только когда вы уверены, что рисунок хорошо сцепился с базовым пластом, можно скалкой раскатывать его в разных направлениях. И как только вы раскатали полотно, вырезайте необходимый диаметр и покрывайте торт. Вот такое камуфляжное полотно в итоге у нас получилось. Вот такой камуфляж в итоге мы получаем. Обратите внимание на белый фрагмент. Это как раз та часть, где я сделала большой нахлёст. Он просвечивается, поэтому имейте это в виду. Там, где мы делали стык в стык, у нас ровный рисунок. Если вам понравилось моё видео, оказалось для вас полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и в группу ВКонтакте и Одноклассниках. А сегодня на этом всё. Всем пока!